Несоответствующей норме дорожное покрытие очень часто является причиной аварии. Вред автомобилю может нанести не только другой участник движения, но и разбитая дорога. В связи с перепадами температуры воздуха через нулевую отметку, вода, попадающая в микротрещины на асфальте, снова превращается в лед, который разрушает дорожное полотно. Только за минувший месяц из-за некачественного дорожного полотна в городе было зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия. Чаще всего, попадая в образовавшуюся яму на дороге, страдают сами автомобили. Урон зависит не только от размера и глубины выбоины, но и от скоростного режима, при котором двигался водитель. За текущий период 2017 года зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых водители автомобилей допустили наезд на выбоину, то есть, если простыми словами сказать, яму, и в которых их автомобили получили механические повреждения. В Российской Федерации существует государственный стандарт номер 50597 от 1993 года. В пункте 3.1.2, которого указано, что допустимая длина ям составляет 15 сантиметров, ширина 60 сантиметров и глубина 5 сантиметров. Для решения вопроса о ямочном ремонте по улице Пушкина мы обратились в Комитет по управлению городским хозяйством. Заместитель директора Людмила Анатольевна Климова любезно согласилась нам помочь. По ее словам, ремонт дорожного полотна на данной улице будет произведен в начале января. Помимо этого возник вопрос установки ограждений вокруг ям до проведения ремонта. В соответствии с ныне действующим в России ГОСТом дорожное покрытие, требующее серьезного ремонта и представляющее опасность для участников дорожного движения, должны быть отмечены соответствующими дорожными знаками или заграждениями с сигнальными огнями. За установку ограждений в нашем городе отвечает общество с ограниченной ответственностью благоустройства. Директор в лице Олега Александровича Шишкина пообещал установить соответствующие знаки и ограждения. Насколько верно это было сделано, судить вам. Мы будем следить за событиями, а результатах станет известно после новогодних праздников. Ольга Жукова, Никита Желтов, Новости ТВ Рассказыва.